Сегодня в онлайн конференции, как вам со мной сказали, в гостях заместитель главного воспитательного санитарного врача Донецка Дмитрий Георгиевич Смешкан и начальник отдела эпидензора Донецкого районного управления, главного управления госсанитинслужбы в Донецкой области Наталья Региновна. Давайте начнем с гриппа, облегающего. В настоящее время в городе Донецке сохраняется неэпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. На 49-й неделе, то есть это последняя неделя на сегодняшний день текущего года, в сравнении с предыдущей неделей у нас отмечается даже незначительное снижение заболеваемости практически на 10%. Всего заболело респираторно-вирусными инфекциями в городе Донецке за эту неделю 3922 человека. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 41,5. Это практически в два раза ниже эпидпороговой заболеваемости. Госпитализированным было за прошедшую неделю 193 человека. Это составляет всего 5% от общего числа заболевших. В основном, конечно, из госпитализированных больше процентов составляют у нас дети. Ну вот, на сегодняшний день пока что такая складка. А вот когда я надеюсь, что это даже снизилось со своими вещами? Это может быть близость, я не знаю, праздниковых-то, люди мобилизируют. Ну, я бы хотела сказать, что, наверное, все-таки и погодные условия способствуют тому, что все-таки у нас, ну, уже наступил декабрь, да, мы все в ожидании холодов. Наверное, люди утеплились наши, одели теплые одежды, все-таки не было у нас сырой погоды. Это может быть за прошедшую неделю. И один из факторов, может быть, конечно, играет роль. Я считаю, что мы, в общем-то, проводили и большую разъяснительную работу с населением. Мы много говорили, начиная уже, в принципе, с августа месяца, мы говорим о том, что ожидается у нас подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Возможно, возможны случаи заболевания гриппом. Поэтому, я думаю, что, наверное, это дает свои какие-то результаты. Ну, как бы, мы можем пока что только это предполагать. Но сегодня ситуация вот такая. А вот работает линия антигриппа? Вот, как у Минздрава, как у СНО, ЦС? Линия в городском управлении, вы считаете? Ну, мы, как бы, такой... Есть какая-то специальная линия? Ни как таковой нет, но у нас все телефоны доступны, они есть. И всегда в любой момент кто-то из специалистов готов ответить на любые интересующиеся вопросы, касающиеся профилактики. А много звонков поступают именно на инфекции? Я хочу сказать, что на сегодня довольно-таки от населения у нас очень мало было звонков по каким-то вопросам интересующихся. Перейдем к вопросам читателей. Есть такой вопрос. Слышала, что уже где-то в области объявили карантин. А в Донецке будет или успеем закончить четверть? Значит, у нас на данный момент сохраняется, как я уже говорила, стабильная ситуация по заболеваемости ГИБО-РВИ. И дельный вес за прошедшую неделю школьников составляет от общего числа заболевших 30%. И показатель заболеваемости всего незначительно превышает кипитпороговый уровень на 2%. То есть говорить о какой-то заболеваемости повышенной у нас на сегодня, как я уже повторяюсь, ныр. Поэтому о закрытии школ в городе Донецке не идет речи. У нас нет такой ситуации. Но остается стабильная, не эпидемическая ситуация, которая характерна практически для любого периода года. Вот в прошлом году у нас довольно-таки все прошло спокойно. А грипп не было позапрошлые годы массово. Скажите, цикличность же какая-то наверняка наблюдается. То есть этот год какой мы будем ждать? То есть более резкий подъем? Ну, мы все-таки надеемся, что эпидемии гриппа у нас в текущем году не будет. Календарно, да? Ну и календарно мы говорим о гриппе все-таки эпидсезон. Эпидсезон у нас считается, это осень текущего года, да, 2013. Мы говорим о зимнем периоде 2014 года. И мы ожидаем незначительный подъем заболеваемости в конце декабря и в январе месяце. Это по прогнозам и центра гриппа всеукраинского, и по прогнозам наших медиков. Ожидается вот в этот период времени года подъем заболеваемости. Поэтому эпидемию мы все-таки надеемся, что эпидемии у нас не будет. Мы сумеем как-то предотвратить на вот этих этапах. Хотя сегодня, я уже сказала, что, в общем-то, стабильная ситуация по заболеваемости у нас. Ясно. Такой вопрос. Скажите, вот как проходит, закончилась ли уже вакцинация по гриппу? Как она прошла? И вот есть еще несколько вопросов. Вакцинация по гриппу у нас сейчас организована. Проводится она во всех лечебно-профилактических учреждениях города Донецка. В частности, в любом центре первичной медико-санитарной помощи города Донецка можно получить прививку от гриппа. Все прививочные кабинеты лечебных учреждений готовы к проведению данной вакцинации. Вакцина в городе имеется. Она имеется в аптечной сети, в аптечных пунктах лечебных учреждений. И желающий может приобрести вакцину, либо желающий приобрести вакцину и привиться по месту жительства или в том лечебном учреждении, где он это пожелает сделать, нужно обратиться, пожалуйста, там его привьют. Катерия Леонидовна, а не поздно уже делать прививки? То есть есть же какой-то срок определенный, до которого есть смысл их делать, а потом уже нет? Значит, учитывая то, что сейчас вот у нас вот такая неэпидемическая ситуация по гриппу, поэтому сейчас еще имеет смысл прививаться, поскольку иммунитет после прививки вырабатывается в течение двух недель. Поэтому те цифры, которые я говорила в начале, что у нас еще далеко до эпидпорога, я повторю, что мы практически в два раза ниже эпидпорога. Поэтому однозначно еще есть смысл привиться от гриппа. Кто желает, может, пожалуйста, получить прививку от гриппа. Есть такой вопрос. На Ваш взгляд, так ли уж необходимо прививки от гриппа детям? Из какого возраста можно прививаться? Значит, детям можно прививаться по... начиная с 6 месяцев ребенка. Насколько это необходимо? Ну, Вы понимаете, что дети, значит, существуют при иммунизации против гриппа, существуют так называемые группы эпидемического риска и медицинского риска. Вот дети относятся как раз к группе эпидемического риска, то есть те, которые наиболее уязвлены. Понимаете, как бы они наша индикаторная группа. И вот, да, мы всегда заболеваем, осудим по росту заболевших среди детского населения. Поэтому дети у нас чаще всего бывают в организованных коллективах. Вы понимаете, что грипп это воздушно-капельная инфекция и распространение ее, в общем-то, очень быстро и молниеносное. Поэтому, естественно, детям тоже необходимо прививаться от гриппа. Вы струнули медицинские показания и... И группа эпидемического гриппа риска. Объясните, я читаю. Да, значит, группе... Кому нужно это? Значит, в принципе, прививаться нужно всем. Но все-таки, как заболевание, значит, грипп, оно относится к механизму передачи воздушно-капельной. И отсюда определяются все-таки наиболее уязвимые группы риска. Это группа эпидемического риска и группа медицинского риска. Группа эпидемического риска, это сюда относятся работники, работающие в сфере услуг. На транспорте, то есть торговля, те учреждения, организации, где работники наибольшее контактируют с большим количеством населения. Это группа эпидемического риска, группа медицинского риска. К ней относятся это дети, как я уже сказала, это беременные, тоже понятно почему. Это лица с хроническими заболеваниями, которых, понятно, да, и так имеются какие-то нарушения в организме, снижен иммунитет. Поэтому, естественно, им необходимо. Это лица с хроническими, я перечислила. Ну, в общем-то, это вот те лица, у которых ослаблен иммунитет, относятся к группе медицинского риска. К этим же, допустим, беременных. Беременных я назвала, да, я сказала, беременные, я перечислю обязательно. Есть такой вопрос от читателя. Почему нет централизованных поставок вакцина гриппа? Ведь многие, кто может и прививаться, бы останавливать именно эти траты. Как, на самом деле, в принципе, стоит ли добавить эту прививку в обязательный календарь? Ведь грипп достаточно опасен, а вакцинацию проходит нечто на маленькое количество гриппа. Да, значит, на сегодня грипп относится к необязательным прививкам, к рекомендуемым. Перечень обязательных прививок у нас регламентируется приказами Министерства здравоохранения Украины. Приказом 595 Министерства здравоохранения Украины, который регламентирует перечень обязательных прививок. И там гриппа нет. Он является рекомендованным, он относится к группе рекомендуемых прививок. На сегодня, поэтому, естественно, то, что касается обязательных прививок, у нас вакцина поступает централизованным путем. Вакцина за средства госбюджета и население в обязательном порядке прививается в лечебных учреждениях грипп. На сегодня это рекомендуемая прививка, и поэтому она на сегодня только платная имеется. Вакцина только для вакцина. На ваш взгляд, все-таки стоит ее перевести в другую категорию? То есть есть в этом необходимость? Потому что цифры, где вы пишете, сколько людей привилось, они не впечатляют, скажем так. То есть нет иммунной прослойки? Да, иммунной прослойки, безусловно, мы не достигли. А достигнуть иммунной прослойки нужно только тогда, когда будет привито 95% от всего населения. А у нас на сегодня запланировано только 2% от нашего населения. Поэтому, естественно, мы не создадим той иммунной прослойки в городе Донецке. Но опять же, на сегодня мы прививаем только те, кто население, и планируем, и рекомендуем им прививаться, которые относятся к группе эпидемического и медицинского риска. То, что я говорила уже в начале. Поэтому только это население мы рекомендуем. Хотя мы говорим о том, что в принципе каждый желающий может у вас привиться. По поводу того, что перевести в календарь обязательных прививок, вы понимаете, это очень сложно в каком плане. У нас каждый год практически меняется вирус гриппа. Да, вирус, который вызывает грипп. К штамму. К штамму вируса, да. Ну, поэтому говорить об этом, это, в общем-то, очень сложно на производственной основе, поскольку все время нужно выработка, каждый год выработка новой вакцины. Чтобы в эту вакцину входили те штаммы вируса, которые будут циркулировать на территории, на административной территории этого государства или какой-то территории. Поэтому каждый год это требуется закупка новой вакцины. Ну, в общем-то, вот это создает определенный барьер, я думаю, на государственном уровне. А в чем опасность именно тех штаммов гриппа, которые идут к нам в этом году? Ну, в этом году мы ожидаем по прогнозам центра гриппа всеукраинского, ожидаем три штамма вируса гриппа. Вирус А – Калифорния, вирус А – Виктория и вирус В – Массачусетс. Чем они опасны? Они опасны своими тяжелыми осложнениями, в частности, менингитами, пневмониями, ну и летальным исходом. Поэтому вот пока что мы ожидаем этих вирусов у нас, циркуляцию этих вирусов на территории. А в этом году у нас нет летальных случаев? Значит, на сегодня у нас пока что летальных случаев нет. А вообще были зарегистрированы случаи заболевания вот этими вот штаммами? У нас, значит, что касается нашей вирусологической лаборатории областной, пока что эти штаммы не выделялись от больных, у которых исследовали парные сыворотки. У нас выделялся на сегодня это парагрипп и адреновирус. А чем они? Поэтому, может быть, это объясняется тем, что у нас пока что спокойная неэпидемическая ситуация, тем, что от больных пока у нас эти штаммы вируса не выделялись. Объясните, пожалуйста, для широкого круга парагриппа, аденовирусы. Это одни из разновидностей гриппа, вот то, что мы говорим, одни из разновидностей вирусов гриппа. То есть я назвала те три вируса, которые мы ожидаем, штаммы вирусов, которые мы ожидаем в текущем году. Ну а те, которые постоянно у нас циркулируют, это вирусы парагриппа, аденовирусы, энтеровирусы. Это те вирусы, которые есть у нас в природе, они циркулируют, и мы периодически выделяем их от больных. Они какая-то особая симптоматика, они человек поймёт? Ну, они отличаются клиническим течением, тяжестью, будем так говорить, тяжестью клинического течения. Почему я говорила, что вот эти три вируса, которые мы ожидаем, если они будут, то они будут опасны именно вызванными осложнениями на сегодня и возможностью летального исхода. То есть очень тяжёлое течение. Есть такой вопрос. Как по-вашему, есть ли зависимость между экологией и уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппа? Мы больше других болеем? Значит, ну, больше других я бы не сказала, что мы болеем, поскольку по Украине у нас не самая высокая заболеваемость в разрезе Украины. Поэтому всё-таки здесь на вирусы гриппа чуть-чуть играют другие факторы. Это скученность людей. То есть это те характерные особенности, которые характерны для этого вида инфекции, которые относятся ещё раз повторюсь, к воздушно-капельной инфекции, группе инфекции. У гриппа есть ещё? А то мы перейдём ко второй части. Новогольный. Ой, нет, мы забыли ещё один вопрос по гриппу. Спрашивают совет. Посоветуйте, как не заразиться самой и не принести инфекцию в дом во время эпидемии гриппа? Ну, кроме вакцинации, понятно, да. Безусловно, прежде всего я хотела бы сказать, ну, это, знаете, как говорят бабушкины рецепты, это те же фитонциды обязательного употребления, да, лук, чеснок, очень хорошо. Затем, что обязательно? Это соблюдение личной гигиены, то есть это воздушно-капельная инфекция. То есть обязательно мыть её рук, обязательно. Как можно чаще делать влажную уборку помещения, в тех помещениях, в которых находятся люди. Как можно чаще делать проветривание. Ну, и, безусловно, стараться, конечно же, в этот период года удерживаться от... Меньше бывать в тех местах, где массовое скопление людей. Ну, это наиболее таки. А таково, скажите, вот эти средства, которые очень много продаются в аптеках, сколько надо, для рук, да, вот... Антисептики. Да, антисептики. То есть они действительно какое-то имеют положительное свойство, помогают в период эпидемии, или это просто, скажем так, способ заработать всякие фармкомпании, то есть ещё один? Ну, я не могу говорить о способе зарабатывания, просто сказать, что антисептик для рук, он действительно играет роль, но я хотела бы сказать, что всё-таки это больше антибактериальный. Мы сейчас говорим о вирусах, не о бактериях, а о вирусах. То есть это разновидности микроорганизмов, ну, это уже чуть-чуть микробиологические такиеты. Но, опять же, в целях, понимаете, опять же, разновидность действует и на некоторые вирусы, либо, понимаете, в целях предохранения заболеваемости гены, ими можно пользоваться и нужно пользоваться. Ну, говорит, что это стопроцентная защита от гриппа, и сегодня это не все. Такой образ маски на лицо стоит ли носить? Вот некоторые люди, есть всё-таки отдельный индивиду, который в этот период появляется в транспорте и прочее. Значит, масочный режим, во-первых, он тоже требует определённых требований к своему. То есть эта маска должна быть сделана определённых слоёв, да, трёхслойная. Мало того, она должна проводиться, смена этой маски должна проводиться каждые два часа. Поэтому, насколько у вас это реально и возможно, каждые два часа проводить смену маски, отсюда, соответственно, насколько это эффективно, применение масочного режима. Вы говорите ещё избегать массовых мероприятий, но у нас же будет новогодние утренники. Та же ёлка у мэра, всякие концерты, вот как, не будет ли каких-то ограничений? Значит, ограничений не будет, пока не будет у нас подъёма заболеваемости. То, что мы говорим сейчас, о сегодняшней ситуации, я же вам цифры привела, которые говорят как раз о вашей спокойной, стабильной ситуации. Поэтому на сегодня ограничений никаких не будет. Но это не поспособствует потом, в принципе, в январе? Ну, мы на сегодня не можем сказать, как будут развиваться, как поведут себя в рождестве. Но у нас были разные, как бы, года. Когда был подъём заболеваемости именно на этот период, и мы ограничивали когда-то проведение каких-то мероприятий. На сегодня, пока спокойная ситуация, можно спокойно готовиться к проведению новогодних мероприятий. К Новому году. Переходим к вопросам. Есть такой вопрос. Собираемся с семьёй праздновать Новый год в ресторане. Но как наслушался, то там празднуя знакомые проявились, то там. Хоть и в лёгкой степени оно обошлось без скорой. Всё равно опасаюсь. Подскажите, на что обращать внимание, выбирая заведение. И скажите, ваша служба как часто проверяет кафе, клубы, рестораны? Ну, давайте, наверное, я на эту ситуацию отвечу. Значит, я начну с конца вопроса, как часто проверяю. Существует государственное ограничение в части проверок субъектов хозяйства, в том числе и которые осуществляют свою деятельность в сфере торговли и ресторанного хозяйства. Как правило, эти все предприятия относятся к низкой категории риска с периодичностью проверок ни реже, ни чаще, чем один раз в пять лет. Значит, исключением составляют крупные супермаркеты, где большое количество работающих. Они попадают под вторую и первую руку с ежегодной проверкой и с проверкой один раз в три года. Значит, в настоящий момент санитарно-эпидемиологическая служба города управления осуществляет надзор в соответствии с годовым планом работы. Адовой план работы составляется в конце года. На следующий год утверждается, официально публикуется. Если брать по предприятиям торговли и общественного питания, то мы совершили всего 86 плановых проверок. Это за год, да? Да, за 11 месяцев этого года. Значит, по внеплановым проверкам, это по эпидситуации, если случались отклонения в продукции находились, или по обращению граждан, мы около полу тысячи, это около 500 проверок совершили. Значит, касаемо предновогодних праздников и выбора предприятий общественного питания. Существует ряд разрешительных документов, которые выдаются субъектам, которые осуществляют в деятельной сфере ресторанного хозяйства. Это эксплуатационное разрешение соответствующей санитарно-эпидемической службы территориальной. Значит, если вы хотите праздновать и отмечать любые праздники, и в том числе вам, у хозяина заведения, необходимо попросить эксплуатационное разрешение, пусть он его предъявит. Там, в этом разрешении указано название субъекта хозяйствования, адрес осуществления деятельности, и тот ассортимент, с которым разрешено ему работать. Других рекомендаций у меня нет. Но ведь раз в пять лет, это очень большой срок. Значит, я вам объясняю. Кроме проверок государственного контроля, существует государственный мониторинг качества пищевых продуктов. В соответствии с этой программой государством выделяются определенные суммы для того, чтобы проводился мониторинг. И у всех предприятий общественного питания с определенной периодичностью, то есть я сейчас не могу сказать, что это ежемесячно. Это, как правило, один раз в год осуществляется отбор внеплановый, без предупреждения, определенных эпидемически значенных продуктов питания, которые проходят исследования в Донецком областном лабораторном центре. Результаты получает государственная санитарная служба. Если там есть превышение по показателям безопасности пищевых продуктов, мы осуществляем внеплановую проверку, принимаем меры. Вплоть до закрытия предприятия. А вы их за 10 дней предупреждаете? Значит, по закону, при плановом контроле государственном, мы обязаны предупредить предприятие не позднее 10 рабочих дней с момента осуществления проверки. При лабораторном контроле это делается внезапно. Но в данной ситуации предприниматель может отказать в проведении лабораторного контроля, потому что это вопрос мониторинга, это необязательно. А было много случаев? Были, были, да. Были отказы от предприятия. А ваши функции, как вы можете санкции потом все-таки попасть? Не зря, наверное, отказываются. Мы можем их запланировать к проверке на следующий год. Как правило, это единичные случаи. Почему? Потому что я думаю, сейчас субъекты хозяйствования дорожат имиджем своим. Кстати, по закону они обязаны сами осуществлять ведомственный лабораторный контроль за качеством своей продукции. И многие это делают. Насколько можно доверять, скажем так, сами себя, но это не задействовать? Сами себя, они не могут проверять сами себя. Они заключают договор с аккредитованной лабораторией, которая имеет государственный сертификат аккредитации. И лаборатория проводит этот контроль. Если какие-то проблемы... Если какие-то проблемы, они нам передают положительные результаты. В данном случае положительные, это плохо. Положительные результаты по параметрам безопасности пищевых продуктов. В данной ситуации контролируется и сырье, и продукция, и упаковочные материалы. Есть программы контроля. В этом году было вот случай, когда вам приходилось там либо приостанавливать работу? В этом году внеслось, законодательно внесли изменения. И в настоящий момент мы можем приостанавливать работу предприятия исключительно по решению административного суда, который выносит это решение за позовом органа, центрального органа, ваконавчика, в ладове в определенной сфере. В данном случае санитарной службы. Уже три таких позова мы направили. А до выхода этого закона мы приостановили эксплуатацию по-моему 16 объектов в сфере торговли и общественного питания. Она постоянна или частична? В основном это что это? Это кафе, это рестораны? Это крупные магазины на территории города Донецка. Можно и сеть супермаркетов? Да, один из магазинов сети супермаркетов. В настоящий момент находятся материалы в суде на принудительную приостановку эксплуатации. Конечно. Ясно. А скажите еще такой момент. Приходилось ли вам, когда закрывают полностью заведение какое-то, что не настолько были нарушения серьезные? По градации административно-предупредительных мер такая мера, как приостановка эксплуатации объекта, она бывает полностью, частичная, или приостановка ограничения ассортимента, если в частности это говорится о предприятии общественного питания или торговли. Значит, на моей практике были такие случаи, когда мы закрывали предприятие на постоянное. В основном, что это за нарушение? Что вы находит в этих пробах? Там кишечная палочка? Ну, это не касается пробы. Это касается нецелевое использование помещений под осуществление этой деятельности. Это деятельность, которая приводит к ухудшению условий проживания, в основном, когда объекты расположены в жилых домах. В основном, конечно, это темчасово заборона и ограничение ассортимента. То есть, когда субъект хозяйствования производит и реализует больше продукции, чем ему предусмотрено по разрешительным документам. А по мониторингу? Что вы выявляли? Что находили в этих блюдах? В блюдах? Они в основном не соответствуют показателям безопасности по санитарно-микробиологическим показателям. То есть, там обнаруживают патогенные организмы в количествах превышающих требования государственных стандартов. Но это кишечная палочка? Ну, и в том числе и кишечная палочка, сальмонеллез, дизентерия. То есть, целый ряд возбудителей, да, бывают. А у нас были случаи, когда вот именно по жалобам людей, когда было какое-то массовое отравление и еще вспышка после посещения? Вы же смотрите средства массовой информации. Такие бывают по всей Украине. Ну, а вдруг у нас... За период 2013 года на территории города Донецка вспышек массовых инфекционных заболеваний не было. Не зарегистрировала у нас. Не зарегистрировала, не было. Ну и последуйте, вот скажите, какие все-таки блюда лучше не заказывать на новогодний стол? Вот, чтобы наверняка обошлось. Это в основном блюда сложного приготовления. То есть, это холодцы, различные сложные салаты. То есть, если брать как специалистов, то я бы не рекомендовал в период проведения массовых мероприятий, то есть, употреблять эти продукты в предприятиях общественного питания. Такой еще вопрос по поводу кулинарии в супермаркетах. Скажите, Ваша служба контролирует эти отделы или только природатива самих магазинов? Я уже частично на этот вопрос ответил. А вот именно в кулинарии, кроме вот этого документа, который Вы говорили, в кафе-ресторане, спросить, что можно еще вот, может покупать или попросить показать им, чтобы понять там... Значит, все требования к качеству и безопасности пищевых продуктов, изложены в законе Украины про якист и обеспеку хорчевых продуктов. В соответствии с этим законом у производителя или продавца обязаны быть сертификат соответствия, заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, которую выдает учреждение государственной санитарно-эпидемиологической службы. Потом ветеринарное разрешение на продукт животного происхождения и карантинное разрешение на продукт растительного происхождения. Это на каждую партию? Значит, да. У каждого реализатора этой продукции эти документы обязаны быть. То есть, если это мясо, то это ветеринарное разрешение. Если это фрукты, овощи, то это карантинное разрешение. Если это касаемо продукции кулинарии, то у них должны быть сертификаты соответствия и заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на эту продукцию. Что бы я советовал человеку, который покупает продукцию? Значит, во-первых, обратить внимание на внешний вид продукции, которую он покупает. Второе. Обратить внимание на упаковку этой продукции. На упаковке есть определенные в законе про якист и обеспеку хорчевых продуктов. Есть определенные требования к упаковке. На упаковке должно быть указано производитель этой продукции в обязательном порядке, срок реализации, конечный срок реализации. В том числе, там должны быть отражены вопросы, которые говорят о количественном и качественном составе данной продукции. То есть, или объем, килограммы, литры и так далее. Значит, обратить внимание на то, чтобы сроки реализации продукции, которые стоят, не были перебиты. К сожалению, в настоящий момент, то есть, вытерты и поставлены на налог. В настоящий момент такие ситуации у нас в городе Донецке случались. По крайней мере, мы выявляли. Даже промышленное производство. Эти случаи пресекались. Руководители предприятий несли административную ответственность. А какой штраф он выявил? Он соизмеренность? Значит, штраф он не соизмерен. То есть, это от 102 до 425 гривен. Для предприятий, где выявляется продукция, то есть, опасная в бактериологическом отношении, как правило, грозит штраф стопроцентной стоимости реализуемой или произведенной продукции. Это, поверьте, серьезная сумма. У нас уже по городу Донецку несколько таких штрафов есть. От 1000 до 30 тысяч гривен. Это молочная продукция. В настоящий момент вы хотите конкретно услышать, какая это была продукция. Это была рыба и кремовые кондитерские изделия промышленного производства. Но в продажу они не попали? Их выявили в продаже. Поэтому частично они попали в продажу, за что субъект хозяйствования был привлечен к административной ответственности. То есть, на него наложен штраф. И на сумму реализованной продукции был наложен финансовый санкс. Он ее оплатил. А вы выявили в ходе своей проверки люди? Это было по жалке. Поэтому, граждане, будьте бдительны. Если такие случаи возникают, пожалуйста, письменное заявление Главное управление санэпи-службой в городе Донецке, счет 6, с указанием субъекта хозяйствования. То есть, в заявлении должно быть отражено название субъекта хозяйствования, адрес осуществления деятельности и в повествовательной форме, какие претензии предъявляет гражданин к этому субъекту хозяйствования. В установленном порядке расследуем. Я же говорил о том, что мы около 100 проверок провели по плану и около 500 внеплановых проверок. То есть, это и в том числе по заявлению граждан. Если у вас еще жалоб таких осталось, которые не успели проверить, впереди еще. С проверкой по жалобам, то есть же есть определенные проблемы. То есть, надо получить согласие Центрального органа выказавчей влады, поэтому ситуация эта отработана. То есть, мы посылаем, получаем, приходим, просто это бывает не все так быстро, как хотели. То есть, в настоящий момент на рассмотрении порядка десятка жалоб у нас есть. Расскажите, когда вы перечлили на новое законодательство, новую форму, то есть, на теперь государственную службу, таких жалоб, ну, когда реже у вас стали проверки, таких жалоб стало больше от людей на вот эти субъекты хозяйствования, магазины, кафе и прочее? Жалоб у нас стало меньше, если брать по количественному составу. Значит, по качественному жалобы стали гораздо, да, они гораздо более подтверждаются. Дмитрий Георгиевич, такой вопрос, не знаю, вам или нет. Вот сейчас, перед Новым годом, будут очень активно торговать вот этими наборами для детей, вот, шоколадными. И очень часто люди, ну, во всяком случае, раньше сталкивались с тем, что этот набор и супермаркеты, и кто там этой расспасовкой занимается, закладывают уже просроченные конфеты, которые нельзя употреблять. Вот этот процесс кто-то контролирует? Это ваша служба контролирует? Значит, смотрите, касаемо массовых мероприятий при новогодних праздниках, значит, мы даем распоряжение субъектам хозяйствования, которые проводят эти праздники, то есть, для того, чтобы они согласовали там, только там, где организовано питание. То есть, они обязаны с нами согласовать до проведения ассортимент реализуемой продукции на период проведения. Значит, по крайней мере, за несколько лет последние, которые работают в службе, у меня не было жалоб на то, что в детских продуктах питания были просроченные продукты. Значит, контролируем мы поступление этих продуктов питания, в основном, только в закрытые организованные коллективы. Это детские дома, садики, школы. То есть, куда завозятся эти продукты, там мы контролируем. Значит, касаемо магазинов, мы можем проверять их исключительно в пределах плана проверки годового. Значит, план составляется, конечно, с учетом. Мы стараемся до 15-го числа декабря провести проверку, ну, выборочно, по несколько магазинов крупных торговых сетей. Обращается внимание? Да, обращается. Но к каждому подарку санитарного врача не приставишь. Поэтому человек, который покупает, он должен быть бдительный. Во-первых, брать от вас, он должен при покупке брать чек. Если действительно там есть даже по внешним показателям просроченные конфеты, овощи, фрукты и так далее, пожалуйста, он должен обратиться в соответствующую инстанцию, территориальное управление санитарно-гидромической службы. И, поверьте, мы примем меры для того, чтобы это не было. Есть еще один вопрос, я занялся с этими шоколадными детскими наборами, немножко в другом ключе. Читательница жалуется, что в составе этих наборов можно найти пальмовое масло, мазаринное масло для полезных элементов для детского ожирения. Вот как в этом плане сейчас контролируют, что дают есть детям? По поводу пальмового масла, других и так далее. Я сказал, что в основном, вы это все видели, в детские подарки вкладывается продукция промышленного производства. В основном это конфеты. Все конфеты, то есть существующие у нас в фабрике в городе Донецке, по Украине, они выпускают свою продукцию по утвержденной нормативной документации. утвержденные, то есть это ДСТУ, ТУ, которые прошли соответствующие экспертизы и получили заключение как в Государственной санитарно-эпидемиологической службе по месту выпуска этой продукции, так и в управлении государственного стандарта, в службе государственного стандарта. Поэтому у меня нет таких оснований говорить о том, что там есть жиры растительного производства в тех количествах, при которых превышают действующие стандарты для этих предприятий. Таких случаев у нас не выявлялось. Хотя кондитерские фабрики относятся к объектам высокой степени риска, и они подлежат и проверяются нами один раз в год. — Скажите, вот эти стандарты, которые вы говорите, они для всех или для детского потребления детей должны быть все же? — Вы путаете чуть-чуть. — Я понимаю, что конфеты — это не детское питание. — Да, есть закон, который регулирует детящее харчевание. Там есть отдельные требования, а конфеты они попадают под другой нормативный документ. Это не является детячим харчеванием. Хотя, конечно, дети их употребляют, эти стандарты разрабатываются, проходят согласование. То есть на данный момент у меня нет оснований говорить о том, что там есть превышение. Если у заявительницы есть конкретные случаи, пусть обращается, мы расследуем эту ситуацию и примем соответствующие методы. — Скажите, вот, в принципе, уровень кишечного заболевания в период к праздникам повышается? Вы такое отмечаете? — Он повышается после праздника. — Ну, зависимость, то есть, есть? — Ну, есть определенная эпидемиологическая зависимость от праздников и количества обращений по факту инфекционных заболеваний. В принципе, такая статистика есть. — Сколько раз может быть? — Если он вырастает в разы, это эпидемия. То есть это единичный случай. — Скажите, вот сейчас, на сегодня у нас какой уровень заболеваемости? — Наталья Леонидовна, наверное, больше по этому скажет. — У нас, в общем-то, тоже неэпидемический, естественно, уровень по заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Мы ежедневно проводятся сейчас мониторинг специалистами госэнпедслужбы, ежедневный мониторинг за заболеваемостью, в том числе острыми кишечными инфекциями. Проводится опрос заболевших, и мы ищем, выходим на пути и факторы передачи. Что касается праздников, вы говорили, да, опять же, это не всегда, вы понимаете. То есть когда-то бывает незначительный, может быть, подъем заболеваемости после праздничных дней. Но я хочу сказать, что в основном это происходит, к сожалению, за счет, ну, низкой, наверное, генической грамотности все-таки нашего населения, поскольку потребляют продукцию с просроченным, с длительным, то есть нарушая сроки хранения, и условия хранения, понимаете, во время праздничных дней. Забывают, наверное, чуть-чуть о том, что нужно все-таки соблюдать все требования. То есть мы предъявляем особые требования, понимаете, к торговым сетям, да, вот к общественным и так далее, но забываем иногда такой момент, что эти же требования нужно применять, предъявлять к себе, когда мы сохраним эту продукцию в домашних условиях, независимо, купленную в магазину или приготовленную дома в домашних условиях. И чаще всего у нас вот служит причиной заболевания именно домашняя кулинария. Понимаете, с неправильным... 25-го салат сделали, а 7-го съели. Да, вот понимаете, как бы чаще и гуще на сегодня вот это так. А когда у нас был последний массовый случай в Донецке, вот управление, вот праздничное? Ой... Эпидемиологи, они очень в этом плане... Давайте так, за последние, да, как бы не хочется, знаете, в преддверии праздников хочется встретить праздники спокойно, в очень хорошей, уютной обстановке, атмосфере, поэтому я хочу сказать, что за последние... Ну, в этом году не было точно, и за последние года да, вот у нас вспышечная заболеваемость в городе Донецке, и групповой в том числе, в городе Донецке, и в детских учреждениях тоже. Последнее было связано с детской молочной кухней Ворошиловского района, это было несколько лет... Это было несколько лет, да, да, да. По каждому случаю мы получаем экстренное извещение, как я сказала, на каждый случай инфекционного заболевания. Согласно закону Украины по захисту населения видов инфекционных хвороб, мы выходим на каждый случай инфекционного заболевания, мы выходим на эпидемиологическое расследование в каждый организованный коллектив. Поэтому мы проводим расследование, назначаем какие-то мероприятия обязательно для того, чтобы предотвратить распространение данного заболевания в данном организованном коллективе. Если Вы вспомнили молочную кухню уже, на сегодня вот все работают, в том числе и в Бриденовском районе, который мы закрывали, по-моему, месяц где-то, или чуть больше? Чуть-чуть больше. На сегодняшний день в городе Донецке эксплуатируются 4 детских молочных кухни, которые находятся в сфере влияния лечебных учреждений, то есть они все эксплуатируются. То есть родители могут там без опаски тратить? Да. Жесткий контроль за продукцией детской молочной кухни как и ведомственной, так и со стороны Государственной санитарной и педагогической службы. Там фактически проводится еженедельный контроль продукции санитарной службой, плюс ведомственной лабораторной контроли. Если мы затронули на детскую тему, такой вопрос, подарки все сейчас начнут покупать подарки, в том числе игрушки и прочее. Это входит в Вашу сферу тоже? Конечно. При покупке продукции детского ассортимента касаемо игрушек, пожалуйста, требуйте у продавца заключение государственной санитарной эпидемиологической экспертизы на данную продукцию. Оно обязано быть и оно у них есть. Там указаны все критерии безопасности, которые нужны споживачу и те, которые даже не нужны, которые пишутся для специалистов. Поэтому человек, покупая мягкую игрушку с применением пластика, пластиковую спорту, ему покажут. Если данный документ есть, пусть покупает. Если его не предъявляют, лучше себя обезопасить и не покупать. Но сочетается текущий надзор, в том числе мы отбираем в торговой сети детские игрушки, продукции детского ассортимента, начиная от сосок и заканчивая различными игрушками, пластиковыми. Есть положительные находки, бывают. В этом году было неустойчивость красителей находим. Превышение, в основном, неустойчивость красителя. Чем это опасно для ребенка? Нету такой статистики, чем это опасно для ребенка. Понимаете, это надо тогда исследовать на ребенке. Поэтому есть определенные научные исследования по этому вопросу. И есть определенные критерии, которые выражаются в государственном стандарте и государственных санитарных правилах полимерным материалом, в том числе к игрушкам и к печатной продукции. Поэтому все проводится. Проверки. По этой градации уровня опасности, которую вы говорили, к какому кругу? Там, где подают игрушки, хватаетесь? К низкам. Передичностью проверки не чаще, а один раз в пять лет. Говорили об отравлениях. В этом году был самый настоящий грибной бум. Как вы пережили этот грибной сезон? Тяжело. Многое отравление было завистрировано? Были случаи смертельного? Значит, по поводу смертельного. В городе Донецке их не было, но действительно был небольшой, будем говорить, бум по поводу отравления грибами. Да, в этом году, как особенно, очень много было людей с диагнозом отравления грибами. Это вызывает определенное напряжение в работе Государственной санитарно-эпидемиологической службы, потому что каждый случай такой расследуется специалистами-эпидемиологами и единистами. В основном это было все связано с продукцией, которую собирали. То есть не было продукции промышленного производства. Исключительно то, что люди сами собирали, выезжая в леса наши, в Донецкой области, где-то с посадки, на территории города собирают и попадают с отравлениями грибами с диагнозом. В этом году были определенные проблемы. Их было много. А вы можете заставить коммунальщиков за это, чтобы на территории города грибов, допустим, не было? Санитарная служба не несет отследственности за произрастание грибов на территории города. И каждый человек, который собирает грибы, он должен понимать о том, что есть определенная опасность отравиться этим продуктом. Тем более, который собирают не в лесах Красно-Любинского района, а в районе Ларинского полигона промышленных отходов. Тем более, к которому человек кому-то предъявляет претензии. Есть ограничения по грибам только на территории детских дошкольных учреждений и школ. Там мы этот вопрос контролируем и привлекаем к ответственности, если такие факты выявляются. На территории города этот вопрос... Почему нельзя распространить детских площадок? ...она изменить закон. Сделать определенную службу, выделить людей, которые будут ходить по городу и контролировать грибы. То есть, депутатные средства дополнительные? В этом нет необходимости. Для этого есть санитарно-просветительная работа. Вот Наталья Леонидовна и в настоящий момент нельзя собирать грибы на территории города, тем более употреблять их в пищу. Нельзя покупать грибы в неустановленных местах. Если есть любое сомнение по факту происхождения, количественного, качественного состава гриба, его нельзя употреблять в пищу. Грибы нельзя употреблять в пищу детям. Тем более, в том числе и продукцию с использованием грибных юшек, вареников с грибами и так далее. Если мы затронули по грибам в этом году, просто пик, какие еще, не еще, а просто инфекции, подъемы в этом году мы пережили? В этом году, в летний период, подъема не было, но было опасения по поводу заболеваемости сальмонеллезом, так? Ну, опять же, да, у нас, хотя сейчас мы ниже, ниже порога многолетнего порога, ниже даже заболеваемости с прошлым годом, но, опять же, незначительный подъем заболеваемости был в летний период. Но, опять же, это характерно, в принципе, существуют определенные эпидсезоны для каждого, для каждой инфекции. Вот, кишечная инфекция, в том числе сальмонеллезом, понимаете, это летний период года. Это, опять же, то, о чем я говорила. Это употребление, в основном, яиц домашнего производства, опять же, где недостаточно термической обработки подвергались яйца. То есть, я, опять же, хочу обратиться к нашему населению о том, что, прежде всего, ваше здоровье, как говорится, в ваших руках. И всегда нужно соблюдать элементарные правила. То есть, ну, то, что я говорила, элементарные правила, личной гигиены, это мытью рук. И дальше определенные требования, да, все-таки к приготовлению пищи. К приготовлению, дальше к хранению и так далее, и так далее пищи. Так вот, то же самое, то есть, любые овощи, фрукты, яйца, прежде чем при потреблении, их нужно обязательно помыть. Их нужно, ну, я не говорю о яйцах, а овощах, фрукты отдать кипятком. Но, к сожалению, на сегодня у нас не все соблюдают эти элементарные правила гигиены. Хотя, в общем-то, ну, как бы это, казалось бы, это элементарно, но, тем не менее, мы это не соблюдаем. А, естественно, флора, инфекционная, да, флора, бактерии и вирусы, они есть в природе, существуют, и на сегодня, ну, их невозможно побороть. То есть, мы можем защитить себя, соблюдая вот элементарные вот эти правила и наши навыки лично гигиены. А что касается вакцина-управляемых инфекций, вот нет у нас какого-то подъема в связи с постоянными вот проблемами поставок? С поставкой иммунобиологических препаратов, да. Я хочу сказать, что на сегодня поставки иммунобиологических, да, были проблемы с поставкой иммунобиологических препаратов, но на сегодня у нас этой проблемы в городе, в общем-то, нормализовалась поставка иммунобиологических препаратов, и сейчас вакцины, ну, на сегодня, значит, чуть-чуть этот вопрос тоже ушел в сферы зоны нашего влияния, сейчас этим занимаются только лечебные учреждения, а мы уже, как вот Дмитрий же говорил, мы их смотрим только в плановом порядке. В плановом порядке это тоже центры первичной медико-санитарной помощи, которые оказывают амбулаторно-пальканическую помощь, они относятся к среднему степенью риска и подлежат плановым проверкам один раз в три года, не чаще, чем один раз в три года. Поэтому, естественно, мы не все посмотрели в этом году центры первичной медико-санитарной помощи, но тем не менее, безусловно, мы контролируем вопрос иммунизации населения, и на сегодня, я надеюсь, планы выполнения тоже, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы наше население было иммунизировано, сохранить вот эту иммунную прослойку, которая у нас сохранилась на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому я надеюсь, что мы к концу года должны выполнить планы иммунизации населения вот этого 2013 года по иммунизации. Что касается по заболеваемости вакциноуправляемым инфекциям, то на сегодня она у нас тоже стабильная, и слава богу, вы все, наверное, слышали о вспышке кори в Западной Украине, где было зарегистрировано более 500 случаев. На сегодня у нас по городу зарегистрированы были только единичные случаи кори, поэтому говорить о каком-то подъеме заболеваемости вакциноуправляемыми у нас на сегодня. Спасибо. Спасибо.